Наряду с другими большевиками, как Плеханов, Каменев, Троцкий, Ленин тоже любил Швейцарию и в общей сложности прожил здесь более 10 лет. Здесь была прооперирована Крупская, в Берне похоронена ее мать, и как он сам писал, Швейцария особенно хороша культурностью и чрезвычайными удобствами жизни. Здесь менее нервная, менее бестолковая жизнь. Из всех мест Китании я бы выбрал Лондон или Женеву. Но случилось так, что в апреле 1917 года, последний раз с вокзала здесь в Цюрихе, он отбыл вместе со своими товарищами в Россию, чтобы сделать революцию. Спустя не больше не меньше 105 лет, аккурат в апреле 2022 года, сюда приехала вторая известная личность Игорь Иблонский, для того, чтобы пройтись по ленинским местам и показать их вам, дорогие мои подписчики. Мы вместе с вами пройдемся вот этими тихими уютными улочками Цюриха на Шпигельгасе-14, где находится маленькая квартирка порядка 20 квадратных метров, которая сменила роскошный дом в Берне, потому что наследство Ульяновых заканчивалось. Спартийная касса была не в состоянии оплачивать такую роскошную жизнь. Вот по дороге нам попадается дом 14 века и стекла, я не знаю вам видно или нет, это не лунное уже стекло, но это начало цилиндрических стекол, которые начали делать, кстати, в Швейцарии. Вот и даже представляете, в этой стране стекла сохранились вот уже несколько столетий в целом первозданном таком виде. Ну вот наконец мы достигли нашей цели, вот эта квартирка на втором этаже написана Ленин, вождь русской революции, где они проживали. Совсем рядом находится небольшой бутик, вот этот вот магазин, который существует уже больше 200 лет и до нашего времени он продолжает выполнять свою функцию, где Ленин с Крупской покупали какую-то одежду, покупали что-то для дома. Конечно, для человека такого масштаба, как Ленин, оказаться в эмиграции, а по нынешнему это беженцам, это большая трагедия, ты вырван из той среды, у тебя нет информации, ты получаешь по тем временам ее только из писем, только из газет. Газет, вот, ты своим политическим оппонентам даешь большое преимущество, потому что ты не находишься на месте. Вот, конечно, это своего рода трагедия. Вот, и даже по счастливой случайности, как Крупская писала в своих мемуарах, с ними жил вот этот вот рыжий кот, не знаю, этот или может быть его уже далекий родственник, тем не менее, тоже мы его встретили. Вот, буквально за углом находится знаменитая кабаре Вольтерет, которую он посещал, которая является родиной дадаизма. Это новое авангардное течение в литературе и искусстве, которое к тому времени получило широкое распространение. Функционирует оно до сих пор. Пройдя буквально несколько метров дальше, оказываешься на уютной такой площади, где они вместе с Троцким сидели и пили пиво, а в доме направо в свое время жил Гёте. Здесь же находится в абсолютно первозданном виде, такой, какой она была на момент посещения Ленина и Крупской, находится вот эта маленькая булочная кондитерская, где он баловал Надежду Константиновну шоколадками и другими конфетками. Это зал на втором этаже, где они любили сидеть, пить кофе, беседовать и мечтать о будущей счастливой жизни. Пройдя немного дальше по улочке от его квартиры, попадаешь вот к этому дому, в цоколе которого находится знаменитый нитише кафе Адеон, которое было открыто в конце 19 века и которое наряду с Лениным посещали многие и многие другие знаменитые личности. То есть, смели сказать, любая VIP-персона, которая приезжала в Цюрих, не обошла вот это вот кафе без своего внимания. Это и Ленин, это и Мата Хари, знаменитая шпионка, это и физик Эйнштейн и многие-многие другие знаменитые личности, которые посещали Цюрих и не обошли внимания вот этого замечательного кафе, посидеть, употребить кофе, чай, горячительные напитки. Ну а мы с вами сейчас на железнодорожном вокзале, откуда в последний раз перед глазами Ильича проплыл Цюрих, проплыла Швейцария, о чем он думал в тот момент можно только догадывать. Продолжение следует...